Динамо БНТУ После первого тайма интриги Виттен оставил немного. Команда Алексея Попова вела 5-0. Специфика площадки Динамо БНТУ позволяла последить за командой в перерыве. Атмосфера максимально спокойная. Алексей Петров при виде нашей камеры не удержался от подколки главного тренера. Так и не скажешь, что несколькими минутами ранее футболист Виттена на площадке не на шутку завелся. В одном из эпизодов за споры получил желтую карточку. Да и играл достаточно жестко. Судя не увидел, где-то маленько холодно. Так эмоционально отреагировал. Ничего страшного. Следующий матч отдыхаешь? Да, к сожалению, наверное, третья желтая. С экрана первых не выпущу. Ну ничего, очень страшно. Я сам делает выводы. Потому что было сказано перед игрой, что много стыков будет в любом случае. Покрытие резиновое, мяч плохо идет. Он же сам себя наказывает, понимаете. Есть же премиальные за игры. Сам себя наказывает. Какой разговор. Он далеко не дурной парень, чтобы разговариваться. В первом тайме Виттен выглядел очень привлекательно. К четвертой минуте от шанса вели... ...тарь энергетиков. Андрей Головнев, отправивший мяч за шиворот своему визави. Настоящее украшение матча. Но «Динамо» боролась, не стесняясь идти в стыки с более мастеровитым соперником. БНТУ такую игру предложила жесткую. Поэтому, конечно, сначала терпели, потом немножко эмоции уже стали перебарщивать. Немножко нам это и мешало. Сказали, чтобы успокоились ребята. В целом все нормально. Гони, гони Миша, гони его, гони Миша. Пошли, 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 пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Вмите, вмите. Давай, давай, давай. Доверили молодым специалистам эту команду. Тренер требовательный, как я вижу со стороны. Пошли, Сера, гони его. Не бойся. Не бойся. Давай, 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 давай. Расшел учитель, товарищи. Нормальная борьба. Что, упал что ли? И что? Пацаны молодые, бьются. Не хотят уступать. Из-за этого борьба получилась. Такая непростая в начале. Ну, хорошо, быстро забили. Мы уже взяли игру под свой контроль. На этой неделе важным событием для Витена стала жеребьевка Лиги Чемпионов. Фаршанцам выпал Кайрат. Самый сложный вариант из всех, кто был. Ну, я считаю, что у них, наверное, состав сильнее, чем у конкурентов. У них там Барселона и, допустим, русские там команды. Я считаю, что они посильнее по составу. Ну, это лично мое мнение, опять же. У них такой состав собран, что у них задачи стоят вроде как выиграть в течение двух лет эту лигу. Ну, я думаю, что нам будет очень тяжело. Мы не хотели, как бы, ну, жереби так совпало. Три варианта других. У нас полностью устроили. Любой. Первое впечатление такое, даже где-то опустошение. Ну, все-таки надеялись на любую другую команду. На Украину, на Лидвуд. Без разницы было. На второй Казахстан, на Артобе. Только не Кайрат, конечно. Ну, что будет, что делать. Будем готовиться. Тут никакого панического настроения нет. Внутренний чемпионат Аршанцы проходят на одном дыхании. За исключением нескольких игр, Витен побеждал безоговорочно. Отдельно под Лигу Чемпионов команда усиливаться не будет. А вот потерять может. Есть вероятность, что украинский вратарь Максим Лысенко покинет коллектив. У нас есть вратарь Максим, да, он легионер. То есть у него есть предложение. Ну, еще будем с ним разговаривать на эту тему, что он нам тоже нужен. В любой момент каждый может легионерировать. Найти сейчас третьего среди сезона достойного вратарьской позиции, ну, я не вижу в Беларуси. Еще одной новостью стало проведение финала Лиги Чемпионов в Минске. В следующем году он пройдет в формате финала восьми. На вопрос о желании принять в нем участие игроки и тренер Витена улыбаются. Но не отрицают, что само проведение этой стадии турнира в Минске – топ. То, что будет финал в Минске, то, что сделано, это большой, наверное, успех, кто организовывал в Беларуси, да, то есть провести его. И то, что УЕФА дало провести в Минске, ну, это дорогого стоит на самом деле. Если он будет здесь, то обязательно, конечно, нужно посещать такие мероприятия, обязательно. В концовке матча с Динамом в НТУ сюрпризов не произошло. 7-1. Витен завершает первый круг без поражений. Убедительно и на классе. Очевидно, что Алексею Попову приятно подвести итоги года. Как убеждаем и хорошо, то есть прошли первый круг без потери, но в целом сейчас кубок, я не знаю, какая там жеребьевка будет. Говорят, что все 8 команд смешают, кто на кого попадет, то есть, ну, можно попасть как на сильного, да, с первой четверки, так и на... Посмотрим. Впереди есть игры, сейчас задача отыграть кубок до Нового года и все, на Новый год уйти с хорошим настроением. Субтитры создавал DimaTorzok